Маленькая страна с настоящим управленческим аппаратом образовалась в 51-й школе Хабаровска. Недавно в учреждении прошли выборы президента среди подростков. Политически активной школой заинтересовался первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. В преддверии дня Конституции он приехал в учебное заведение, чтобы обсудить с ребятами надвигающийся праздник. Подробности в следующем сюжете. 51 голос у меня вроде бы был. Это довольно-таки большое количество. Тимофей Переладов – новоиспеченный президент 51-й школы Хабаровска. Избран он не на 6 лет как глава России, а на 1 год. В ноябре в учреждении прошли выборы президента школы среди старшеклассников. Все по-настоящему. Предвыборные речи, кандидаты от партии или самовыдвиженцы, анонимное голосование при помощи бюллетеней. Всего на пост претендовало 7 кандидатов. Власть президента ограничивается законами Российской Федерации, через которые он переступить не может. Но, конечно, у нас есть локальные акты школы, которые тоже регламентируют его деятельность, за которые нельзя выходить. И формы касаются, и дисциплины. Уже почти месяц ты в роли президента школы. Вот как тебе? Мне нравится, это довольно-таки интересно. То есть люди стали обращать на меня больше внимания, ну и ответственность, конечно же, увеличилась. Теперь надо думать о воплощении того, что я, собственно говоря, и задумал. А задумал Тимофей проводить День здоровья чаще, чем два раза в год, создать совет старост, ввести поощрение за участие в Олимпиадах, организовать работу уже существующих министерств и соорудить почтовый ящик для предложений учеников. Последняя, кстати, уже исполнена. Самоуправление детское в нашей школе всегда присутствовало. Мы всегда проводили выборы президента школы, потому что дети должны управлять. Чтобы им было интересно жить, они должны сами придумывать, сами делать, сами участвовать во всем. Участвовать в политических, например, играх. И вообще просто это очень интересно. И развивает нас не только патриотический строй, но еще ответственность. Это наше будущее, мы молодежь и решаем, что будет в будущем. И мы сами строим нашу жизнь. И мне кажется, ну, наверное, все должны участвовать в этом. Такой политически активной школой заинтересовался первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. В преддверии Дня Конституции он навестил управленческий аппарат школы, президента и кабинет министров. Вместе с подростками вице-губернатор обсудил историю создания Конституции, права и обязанности граждан, а также выборы и систему управления в России. Мы сегодня говорили о Конституции. Я был удивлен, что в столь раннем возрасте люди так ориентируются в аспектах и основах Конституции Российской Федерации. Ранняя осознанность – это очень хорошо. И мне кажется, сегодняшнее проявление, которое мы наблюдаем в политической активной жизни в школе, это прекрасно, что в юном возрасте ребята понимают, что им нужно, как они делят портфели ответственности. Александр Пескун, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.